Короче, на днях Кировское отделение Общероссийского народного фронта рассказало и показало кировчанам тротуары, которые были отремонтированы недалече, чем в прошлом году. Тротуары, которые обошлись на сумму, ну что-то там, около двух миллионов рублей. Тротуары, которые не пережили даже одну весну. Как так вышло? Почему так произошло? Позволю себе ретроспективу одного из выпусков. Итак, 16 ноября идет снег на улице минус 13. Как сообщает администрация города, благоустройство тротуаров в виде укладывания брусчатки завершат на этой неделе. Я понимаю, что после этой новости вам прям захотелось посмотреть на улицу, на снег и на термометр. Но находчивые специалисты УДПИ опережают вас в этом желании и объясняют устами газеты. Тротуарную плитку можно укладывать при минусовой температуре. И вы знаете, оказалось, что это действительно так. Главное соблюдать правила. Температура не ниже минус 15. Не укладывать на замерзший песок. Ни в коем случае не укладывать на снег и лед. Основание прогреть. И все бы ничего. Все бы вопросы к УДПИ были бы сняты, если бы сайт администрации не проиллюстрировал эту новость фотографией. Вот как укладывают в Кирове. Какое прогревание, какая уборка снега. Долговечность не наш конек. Наше главное преимущество это скорость. Мы брусчаточная молния Маквин. Ну и совсем короче. Всю эту прелесть, все эти тротуары, строили чуть менее, чем 300 лет назад. И есть вероятность, что некоторые заказчики, исполнители и контролеры все еще находятся в добром здравии и трезвом уме. А вот бы их спросить, как так вышло, а? Субтитры сделал DimaTorzok